Наконец-таки добавили новый вид лошадей. Плюшевая лошадь. Выполните задание и получите эту лошадь. Там доступ к ней, скрещивание и так далее. Не будем медлить и мы приступаем к переводу миссий. Отдельная благодарность за перевод фанатской группе во Вконтакте по Хорс Лайф. Спасибо огромное за перевод, друзья. Купить одну игрушку из гачи за жетон. Что это значит? В центре карты имеется специальный автомат. Вы должны приобрести сначала в магазине жетончик, который стоит 5000 серебра. И уже за один этот жетончик купить плюшевую игрушку. Затем повторить и завершить два квеста на любой вид лошади. Что это означает? Вот, смотрите-ка. Нажимаем на квест. Раньше это был Journey, но сейчас это просто у нас является вкладочка с квестами. Нажимаем на нее и у нас есть категории. Истории, гиды, вот нам нужен спешлс. Листаем на самый верх и вот с лошадью и поняешкой, конечно же. На выполнение заданий, если не ошибаюсь, дается 12 часов нам. Поэтому не медлите и выполняйте эти все задания. А эти миссии у всех одинаковые. Сразу скажу, что у лошадей, что у поней. То есть приручить 25 поней, получить 5 же ребят. Либо пони, либо безорс, например. Ну вот, смотрите. Вот задания одни и те же, только нужно сделать все действия с определенной лошадью. То есть если это миссия на горгулю, значит нужно с горгулями. Если не на келпи, то с келпками. И так далее. Ну вот вам, вот, показываю. Вот тут и перитоны. И фая наша. О, а тут даже выгодно. Зачем я это сделал? На момент съемок видеоролика осталось 2 недели до окончания Хэллоуина. Выполните все иветные задания и получите доступ к разведению вурдлаков. Третье задание это приручить 3 фая. По идее, легкое задание, но фая очень редко спавнится. В тех же джунглях или же где-то на холмах возле спавна. Четвертое задание. Убить босса второго тира. Тир это уровень босса. Если вы заполните первую шкалу до 100%, у вас начнется шкала заполнения второго тира. Ну и так далее. Рекомендую найти огромный сервер, на который вы способны заполнить данную шкалу и победить босса второго тира. Босс появляется каждый ровный час. Например, его тотем появился в 16.00 и в 16.05 уже начинается битва. Битва закончится в 16.15 и уже в 17.00 опять появится тотем. Для пятого задания вам нужно найти статуи с такой вот кнопочкой. Нажимая на нее, вы выполняете пятое задание. Одну и ту же статую пять раз нельзя использовать. Нужно пять разных. Конечно же в миссии написано, что вещи связаны с лором, историей самой игры, но мне легче назвать это статуями, чем вот так выпендриваться. И наконец-то второй слой одежды вашего аватара виден в игре. Ура! Теперь мы полностью полноценные. Отправляйтесь на красную точку для получения новых лошадок. Вы можете купить доступную лошадь прямо здесь. Ну или же изменить ее как-нибудь. Например, иголочкой с миссией. Во, во, во. Сразу несколько вариантов дается вам. Тут есть также с хэллоуинской мутацией призрак. Вот она. А эта мутация позволяет вашей лошади быть такой прозрачной. Призрачной. А ладно, пофигу. Итак, отредактировав нашу лошадь, мы просто нажимаем кнопку купить, тратя 500 серебра и... О-о-о-о-о! О-о-о! А это тема. Это тема. Конечно же он у вас еще с жеребенком появляется, поэтому добавьте его к себе в табун и просто выращивайте. Нам добавили режим истории. Нажимаем на вкладку миссии Режим стори и все Нажимаем на старт, выполняем и получаем награды Но это уже в следующем выпуске, друзья Вот такие вот пироги, друзья В целом, как обычно, новая лошадь Новые миссии на нее Новый способ получения лошадей И так далее, улучшение миссии И все тому подобное, друзья Да уж лучше бы они места добавили Дополнительные стоила Да у меня места уже не хватает для новых лошадей Ну так, огромное спасибо за просмотр, друзья Надеюсь, я смог вам помочь До скорых встреч И увидимся в следующем выпуске